Всем привет, мои дорогие друзья, товарищи самогонщики! С вами, как всегда, Витальсон. И что-то я давненько не вёл рубрику ответов на вопросов, что-то я её совсем забросил, и вот решил её возобновить. Потому как эта рубрика у меня уже на канале давно-давно, но видосов я давно не пилил, так что эту рубрику я возобновляю. Плейлист, как всегда, открыт. Вот, задавайте вопросы, и в каждом видосе я буду озвучивать по 7 вопросов и отвечать на них. Но если какие-то вопросы наберут большое количество лайков, какие-то вопросы, комментарии, то на них отвечу в первую очередь. Итак, я вот здесь себе выписал 7 вопросиков сегодня, которые меня, в принципе, заинтересовали, и которые попадаются довольно-таки часто в комментариях под разными видео. Виталий Ир задаёт вопрос, нужно ли утеплять царгу из нержавейки при ректификации? Да, обязательно царгу из нержавейки нужно утеплять при ректификации, желательно даже и при недоректификате, потому как у нержавейки, ну вообще у металла, большая теплопроводимость, всё-таки разница температур внутри царги и в комнате, и не избежать нам образования дикой флегмы. А это нам совершенно ни к чему. Дикая флегма, она нам в данном варианте мешает, нарушает тепломассообмен. Буду я говорить, ребят, своими словами, без заумных фраз, чтобы все меня поняли, потому как видосы эти я снимаю для новичков. Вот. Так что никаких тут супертерминологий употреблять не буду. Так, второй вопросик. Евгений Кольцов, справится ли ТЭН 3 кВт с 37 литровым кубом? Я так понимаю, этот вопрос из такой серии, что, ну, просто у человека есть выбор, вернее, человек стоит перед выбором, что взять. Какой куб, какой ТЭН. Да, естественно, естественно, справится и ТЭН 3 кВт, и ТЭН 2 кВт, и ТЭН 1 кВт. Тут всё дело во времени. Сколько по времени займёт перегон? Это я говорю о перегоне Браги. Чем вы подадите больше мощности, тем, естественно, быстрее вы перегоните Брагу. Вы её перегоните и на 1 кВт, но просто гораздо-гораздо дольше. Второе – это дробный перегон. При дробном перегоне, в моём варианте, я использую мощность предзахлёбную на именно своей царге – 1600 Вт. Так что, я думаю, здесь вопросы более излишни. Третий вопрос. Димон 46Н. Какой гидромодуль я делаю для сахарной Браги на турбодрожжах? Пришёл я к выводу, к такому, изнедав в них своих наблюдений, что ставлю я на разных турбодрожжах, не привязываясь к какой-то конкретной фирме. В данный момент у меня есть несколько пачек змей. Ставлю на них. Ставлю как? На инструкцию я не смотрю, потому как у меня уже богатый опыт по этой теме. Я наливаю 30 литров воды, примерно где-то градусов 35 вода. Высыпаю туда 10 кг сахара. Сахар этот прям рукой перемешиваю и высыпаю туда пачку турбодрожжей. Закрываю бочку крышкой. В крышке отверстие под гидрозатвор. Гидрозатвор не ставлю. Таким образом, брага через 7 дней готова к перегону. Но, есть одно но. Из недавних своих наблюдений я пришел к выводу, что если брага вот такая стоит подольше, у меня простояло где-то недели 3, то выход из нее гораздо лучше. Берем больше. Видимо, все-таки через неделю, допустим, она хоть и показывает по плотности 0, если вот этим ориометром мерить. Но, все же, видимо, какие-то сахара, дрожжики, не доедают. А вот когда она стоит еще подольше, она осветляется, становится светлое-светлое, как сухое вино. Видимо, за этот момент там вообще дображивает все просто досухо. И получается, да, я вот пришел к выводу, что беру я спирта больше с этой браги, если она стоит дольше. Так, четвертый вопрос задает Андрей Анулферов. Ребята, еще прошу простить, если вдруг кого-то, неправильно прочитая отчество, прошу извинения. А если РПН забить в обе царги, крепость упадет? То бишь, вопрос был к видео, где я перегоняю на СПН-ке, делаю спирт-ректификат. Дело в том, что у СПН-ки гораздо больше, скажем так, как это объяснить-то попроще, в общем, гораздо больше площадь соприкосновения, чем у РПН-ки. Плюс у СПН-ки травленая проволока, она, ну, глазу, конечно, это не видно, это надо под микроскопом смотреть, она вся в такую мелкую крапинку, как сказать, такая шероховатая вся. Из-за этого удерживающая способность у нее гораздо выше, чем у РПН-ки. Поэтому тут, в принципе, да, можно даже на РПН-ке получить спирт там 96%, но учтите, что крепость, крепость, это еще не есть показатель качества. Можно взять в мочалке в фикс-прайсе китайские, купить для мытья посуды, забить ими плотно царгу и получить там спиртягу. Но крепость будет, а качество не будет. Так что, если нужно получить спирт, то СПН-ка нужна. Потому что у нее большая вот эта вот удерживающая способность, лучшее разделение. Это не мое заявление, а это заявление, скажем так, разработчиков, того же Селиваненко, кто все это дело испытывал. Ну, в общем, плюс еще все наши друзья, товарищи, самогонщики давно все это проверили на своем опыте. И везде на форумах об этом можно почитать. Так, пятый вопрос задает Клеп Том. Какой крепости средств заливать для ректификации? Я читал много на форумах разной информации по этой теме и также опытным путем пришел к выводу, что лучше всего заливать 40%. Я заливаю 40% спирт-сырец. Прекрасно все работает. У некоторых бывает, что многие говорят, я там залил слишком крепкий, у меня колонна работает нестабильно, скачки температуры и все такое прочее. Кто-то залил слишком слабый, тоже такое же получается. При том, что есть такая информация, что крепость спирта-сырца от 35 до 45, вот в этих пределах, при такой крепости идет самое лучшее разделение фракций при такой крепости. Я заливаю 40%. Так, шестой вопрос Костя Бирюкович задает. В чем разница L6 и L7? Ну, то бишь, люксталь 6 и люксталь 7. Отвечу кратко. Разница в методе отбора. Люксталь 6 – это отбор по жидкости, люксталь 7 – это отбор по парам. Но можно модернизировать как шестой в седьмой, так седьмой в шестой, просто докупив узлы отбора. Седьмой вопрос. Никита Кулешенко. Если при перегоне отключат воду, что делать? Ну, допустим, если вы проводите перегон дробный, уже отбираете тело, бах, у вас отключили воду или там у вас отключили электричество, перегонять вы больше не можете. Ну, что ж, в этом нет ничего страшного. В принципе, у меня такое тоже случалось. Все оставляем, не трогаем ничего, оставляем все как есть. Когда мы можем уже возобновить работу, мы заново разгоняем куб, заново даем поработать колонне на себя, отбираем небольшое количество голов, даже если мы уже их отобрали, все равно отбираем небольшое количество голов. Вы почувствуете на запах. Там буквально совсем чуть-чуть. И далее уже по схеме все как положено. В этом ничего нет страшного, если прервать, в принципе, перегон. Ничего такого криминального. Ну, естественно, по времени дольше получается. Опять надо разгонять куб, опять давать колонне работать на себя. Ну, а так что ж, всякое случается-то в жизни. Все бывает. Ну, что ж, на сегодня я думаю, пока что достаточно вопросиков. Так что, ребят, вы под видосами вопросы пишите. Самые такие наболевшие, которые будут встречаться очень часто, я буду озвучивать. Потом те, которые будут набирать большее количество лайков, я буду озвучивать. Ну, и плюс еще те, которые мне покажутся такими более актуальными, ну, тоже буду стараться все это озвучивать. В принципе, тут вопросы, это такие простые, каких-то серьезных там размышлений и разглагольствований, я думаю, они не стоят. Но вдруг, если там нужно какие-то конкретные привести цифры, почему бы и нет? В принципе, все это можно, только довольно-таки долго затянется видос. Тут, как вы видите, вот у меня на столе аппарат лежит, я тут все это дело перегонял. Вот оно тут стоит, царга со спиенкой. Все это перемыли, положили, все это высохло. После каждого перегона обязательно аппарат моем, сушим, все такое прочее. Супруга мне в этом деле помогает, молодец. Все, друзья мои, с вами был Витальсон, жду ваших комментариев. Два пальца вверх, быть добру, друзья, быть добру.